Материалы Marataka предоставляют огромные возможности в сфере декорирования и дизайна. Вы можете подобрать на любой вкус цвет и фактуру поверхности и применить ее в своем дизайне, в своей квартире, в своем особняке и даже на фасадах зданий. И сегодня я, Юлия Фарафонова, ведущая декоратор студии Marataka, хотела бы вам показать, как из простых вещей можно сделать эксклюзивную вещь для вашего интерьера. У нас есть заготовка зеркала 20х20 и паспорту, который обрамляют из ДСП. На зеркале мы исполним хрустальную матировку. Далее по самой поверхности паспорту у нас будет выполнена декоративная штукатурка с декоративной покраской. И по трафарету у нас будет сделан материал бархотка. Итак, мы приступаем. Для того, чтобы заматировать зеркало, мы сделаем для начала трафарет. Со стеклом проще всего работать, потому что трафареты к нему прилипают сразу же. Хочется добавить, что у Marataka очень большой выбор трафаретов. И если вы вдруг чего-то не найдете по своему вкусу, то мы можем отрисовать ваше рисунок. Трафарет у нас готов, можно работать. Хрустальная матировка представляет из себя пасту, которая очень легка в нанесении. И ей можно пользоваться даже в домашних условиях. Особенность этой пасты в том, что после нанесения ее можно собрать обратно в баночку и снова использовать повторно. После нанесения хрустальной матировки мы ждем 15-20 минут, и только после этого ее можно будет смыть. 20 минут у нас уже прошли, так что сейчас нам нужно убрать излишки материала и то, что останется на поверхности, смыть водой. То, что мы использовали, можно сложить обратно в баночку. Итак, мы приступаем к дальнейшему декорированию. Сейчас мы займемся нашим паспортом. Для этого я подготовила состав декоративной штукатурки, которая называется Сан-Фьер. Она достаточно прочная, ее можно использовать даже на фасадах зданий. И сейчас мы ее просто распределяем по поверхности валиком. Мы нанесли нашу штукатурочку. У нас получилась такая шубка. Полного высыхания мы не ждем, сразу же начинаем работу. Для этого мы берем специальный шпатель-расческа, он так и называется, и придаем нашей поверхности текстуру, какую мы бы хотели. По моей задумке здесь будет такая динамическая текстура, но сейчас вы все сами увидите. И пока у нас сохнет наша штукатурка, я бы хотела более подробно рассказать о одном из уникальных материалов Марата Ка. Это барельефное покрытие под названием Альтока. Личное изобретение Марата представляет из себя барельефное покрытие, которое можно собрать на любой поверхности, и у вас не будет ни единого шва. Итак, собирается Альтока пазлами, и швы между этими пазлами промазываются специальным клеем, вследствие чего у нас получается бесшовное покрытие. В данном случае у нас было взято икеевское зеркало с обычной деревянной рамой, на которую было наклеено один из пазлов Альтоки. И далее Альтока была задекорирована красками и поталью с окисленными сусальными листами. Также в нашей студии вы можете увидеть другие варианты этого же самого материала. Вот, например, за мной Альтока тоже висит. Она задекорирована в данном случае с серебряными сусальными листами с применением английской патинации. Вот этот большой образец. На нем использовано три пазла. Как вы видите, швом на нем незаметно. Помимо настенных покрытий, которые вы видите в нашей студии, мало кто знает, что можно декорировать также пол и вообще любые деревянные поверхности. Для этого Маран предлагает очень большой спектр разнообразных материалов. От красок до протрав красителей. Мы приступаем к следующему этапу. Я взяла краску темно-сине-зеленую и добавила туда специальный состав, который называется французская глизаль. Он придает краске акварельность, создает объем на поверхности. Мы сейчас из нашей однотонной поверхности сделаем более интересную за счет другого цвета. Следующий слой у нас будет глизаль. Нам его нужно нанести только по верхам, поэтому мы используем полусухой инструмент. Поверхность у нас готова для того, чтобы приступить к нашему заключительному этапу. Это нанесение трафаретов при помощи материала бархотка. Мы перенесли трафарет и сейчас мы наносим клей, на который мы будем наносить наш материал. Бархотка представляет из себя мелкодисперсионный материал из шерсти, хлопка и натуральных красителей. И в итоге у нас получилось такое замечательное декоративное зеркало, которое мы подарим первому нашему клиенту, который придет в наш салон по адресу Преображенская 69. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!